здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях как вот в таких случаях говорят человек с очень интересной судьбой которая как мы выяснили до начала нашего эфира но не просто пересекается с люберцами а подарена можно сказать люберцам у нас гостях почетный гражданин люберецкого района и города люберцы представитель комитета по культуре люберецкого района с 1993 по 2008 год заслуженный работник культуры рсфср еще светлана петровна челкова здравствуйте ну я правильно говорю что люберцы для вас это все да да как попали то в люберцы расскажите вы знаете мне повезло оружие на тебя считаю что мне повезло потому что я попала сюда на практику то наш любимый городской дворец культуры где был директором деканский юрий львович наш знаменитый у кого я училась конечно здесь и я должна была наряду с другими ребятами которые тоже сюда приехали поставить дипломный спектакль защитить диплом а учились вы где а учился в московском государственном институте культуры на режиссерском отделении руководитель новицкая леди павловна ученица станиславского когда раз потом издала по школе станиславского да по школе станиславского учебник по которому преподают сегодня в нашей школе хореографической хорошо ну и ничто наверно не предвещала просто практика люберцы друг а поставили значит был такой здесь режиссер офицерский борис владимирович который совмещал работу он работал в театре массовета люберчане наш и здесь он создал народный драматический театр который бывший факел этот театр стал называться романтик и вот мы в этот романтик влились как режиссера и актеры это примерно какие годы были это 68 год ну поэтому романтик до железа манси да и вместе вот с коллективом сделали несколько спектаклей с которыми поехали на украину нас тролли даже на гастроли здесь нам директор дворца культуры помог была выделена машина грузовая для декораций был автобус у дворца культуры все по-настоящему да все по-настоящему мы поехали гастролировать зарабатывать деньги поэтому вот этот знаменитый очень любимый режиссер официнский потом был приглашен министерством культуры ссср главным режиссером вашхабад куда мы все собирались дальше ехать как это принято вот так вот и он там благополучно таскать начал работать и прислал приглашение на работу в театр аварийской так вам да и сказал будешь играть варшавскую мелодию здесь он поставил варшавскую мелодию здесь хорошие спектакли были профессионально и поэтому вот так случилось что я не поехала потому что вышла замуж опять же люберцы да здесь тоже с выпускником с своим однокурсником чулков юра и пришлось мне стать мамой так вот так вот же и вот так я в люберцах осталась стали теперь люберчанка да и начала с удовольствием работать учиться учиться уже практике здесь на базе нашего этого дворца культуры дворец культуры был базовым министерство культуры ссср это сюда приезжал демичев петр нилыч министр культуры ссср и здесь проходили встречи с ним здесь проходили великолепные мероприятия когда он приезжал и огромный район люберецкий больше был по территории показывал все достижения и в самом дворце культуры проходили встречи и мы учились вот этому уже другому мастерству другой работе уметь работать с жителями уметь работать с людьми а что входило тогда вашу работу вот а я начала работать в народном театре то еще мы встречались другими режиссерами когда офицерский уехал в ашхабад то известный режиссер табачников ефим давыдович был потом сергей константинович кузьмин тоже поставил спектакль с которым поехали на гастроли в югославию и за что я получила награду за лучшую женскую роль мы возили спектакли о рабочем классе и постановщик кузьмин сервей константинович очень быстро профессионально поставил спектакль куда по линии министерства культуры ссср мы поехали по культурному обмену и так потом когда мы приехали уже то некоторые наши выпускники уехали вслед уже туда в ашхабад ну а вы да а я осталась здесь или директор предложил мне работать ход руком и я говорил что я к сожалению опыта нет но не волнуйся я тебя помогу то есть вы из творческой профессии не пришлось к административным а здесь пришлось работать со всеми руководителями вы знаете как интересно в нашем дворце культуры я увидела симфонический оркестр под руководством дмитрия китаенко то выпускника ленинградской консерватории вместе с супругой с ирины глеб на китаенко они пришли на работу сюда и в этом дворце культуры работали он дирижировал здесь симфоническим оркестром созданного из наших педагогов музыкальных школ и его жена ирина глебовна создала великолепный академический хор а ленинградская школа великолепный репертуар люди прекрасные вот я встречалась уже с ними потом у нас был эстрадный оркестр под руководством завраженной алексеевича значит он тоже профессиональный человек создал оркестр который я увидел знаете где москве на первом фестивале эстрадного из из нас эстрадного искусства где толкунова валя моя подруга с которой мы учились вместе и начинали институте вместе она была на хоровом отделении а я на режиссуре и она говорит света иди посмотрим коллективы которые приехали на конкурс и я увидела там прекрасный коллектив оказал что это был люберецкий наш эстрадный оркестр подготовлен получил первое место на этом фестивале и когда уже я увидела и здесь что они здесь работают и трудятся это было очень интересно тоже постигать вот это искусство не вроде не так сложно может быть в то же время сложно можно было понимать и тех кто руководит хором и тех кто руководят арки а что им нужно какой-либо аркаде борьба за сцену до сцену просто была расписана по минутам и когда приходило время то нужно было уступать эту сцену либо драматическому театру либо оркестром либо значит хореографическим коллективом которые уже тогда были и вот слова культура объединяющий да и то что мне пришлось поработать как говорят в клубе найти в клубе да я все время голда не в клуб да никогда да ни за что оказалось актрисой до актрисы и вот получилось пришлось искусство общения и мастерство ну кстати актерская лиза длилась помогает да и конечно общение с такими людьми которыми я познакомилась благодаря юрию львовичу декан скому с теми кто возглавлял учреждение культуры района это и дом культуры ухтомского и дом культуры мир латкарина и в косино дом культуры и белая дача все в то время очень дружно знаете встречались работали и творили очень много каждый на своем рабочем месте я хочу поклониться тем кто возглавляла в это время учреждение культуры и с которыми я познакомилась и также у них училась работе с людьми это очень большое это ответственное дело и потом знаете я всегда говорю директора работники культуры это люди невидимого фронта знаете за кулисами но огромная работа и делу конечно все потому что все дни и выходные все это люди находятся на работе на боевом посту да очень бывает напряженно но в то же время это получают дает удовлетворение в работе но вот я сейчас разложил вокруг себя это знаете как документы потому что все-таки у нас в гостях почетный гражданин любилиц и здесь документы и современные и о наградах мы поговорим во второй части но это вот такие документы эпохи грамоты потому что советское время но грамота это такое вроде как их и много давали но они были разные бывали грамоты которые действительно за ними стоит огромный труд людей ну вот например выдана люберецкому дворцу культуры дир чулкова с л то есть директор занявшему первое место социалистическом соревновании работников культуры и искусства за 1985 год с вручением переходящего красного знамени вот такой естественно владимир ильич да то есть у вас и знамя даже было ведь знамя насколько я помню если у тебя переходящая красная знать это уже очень серьезно вы знаете я не ожидала что такое со мной может произойти я начала работать уже после того как я проработала худруком так с восьмидесятого года я стала директором ну то есть это как бы говорят за штук круче да я стала как за все отвечать вообще будь получила как бы благословение от директора и был тогда руководителем района калиманов константинович они меня попросили ну согласиться поработать с того с тем что продолжать как бы работать под началом и диканского юрий львович и учиться продолжать у него многому чтобы передавать он мог опыт сюда он тоже был заслуженным работником культуры россии и его значит много очень знала людей когда я с ним шла по любец им каждыйкин окicit здоровы здравствуйте здравствуйте я думаю какой человек все и вы YEAH потом у меня взял с собой по работе в министерстве культуры ссср так разве не как с ним здоровается здравствуйте здравствуйте дома господи его знает не свершку культуры ссср это тоже была очень интересна и поскольку дворец культуры был базовым министерство культуры ссср то мы проводили много мероприятий таких уровня высокого, значит, например, были композиции театрализованные, потом были включены там и фильмы, и выступления артистов, и всех коллективов мы начали объединять уже, и уже как режиссер тоже, не только как руководитель, я уже участвовал вот в этих мероприятиях, еще учитывая, что это было время 80-х годов, когда вот эти соревнования были между учреждениями культуры. То есть все было по-настоящему? Да, по-настоящему, и через поддержку, естественно, и нашей Московской области, а там тогда руководил Азаров Виктор Яблевич, тоже участник войны, он говорил, что лучшего учреждения культуры и руководителя я не знаю, как деканского. Вот видите. И вы знаете, мне тоже, вот я говорила, что повезло, и я попала как бы в хорошие, окружение людей, профессионалов. Вот давайте мы сейчас сделаем здесь небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях почетный гражданин Люберецкого района и города Люберцы, председатель комитета по культуре Люберецкого района. Как вы понимаете, мы к этому тоже придем сейчас во второй части с 1993 по 2008 год. И заслуженный работник культуры РСФСР Светлана Петровна Челкова. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Светлана Петровна Челкова, заслуженный работник культуры РСФСР и почетный гражданин Люберецкого района и города Люберцы. Правильно я понимаю, что вот эта награда, которую сейчас видят наши зрители, это почетная лента, что-то от Екатерины Второй. Здесь в этом есть. И знак, да, памятный знак, как правильно называется. Да, это, да. Это знак почетного гражданина. Да. За что получили? Как вообще узнали? И как это происходило? И что вы чувствовали? Вы знаете, это уже пошли у нас с вами 80-е годы. Да. И вот 80-е годы – это большой труд как директора уже у меня. 12 лет я работала директором. Но уже срок. И за 12 лет, конечно, это, надо сказать, объем был очень большой. Это рост творческих коллективов наших. Это выход на уровень российский нашего… Фестиваля, конкурсы, гастроли. Да, фестивали, конкурсы, гастроли международные. Мы мечтали побывать в различных странах, на фестивалях международных. И это происходило благодаря тому, что была сильная команда. И вот те люди, которые работали тогда, и до сих пор, кто еще жив, дай бог всем здоровья, мы совместно все это делали. И поскольку нам было интересно, тогда мы перешли на новые условия хозяйствования, уметь зарабатывать деньги. Фонд расчет? Да, мы начали думать, как деньги зарабатывать, что в культуре. Оказывается, вот эти платные кружки, коллективы пошли, мероприятия. Вот это как раз 80-е годы, когда каждый думал, как это сделать. И когда мы задавали вопрос на наших совещаниях в области, говорили, а что можно еще в культуре, чем зарабатывать? Нам говорили так, все, что не запрещено, можно. И у нас еще появились любительские объединения, еще различные студии, кружки. Но это уже туда, ближе к Горбачевскому времени. Да, 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 да. И потом жить по-новому, как нам сказали, нужно жить по-новому. И руководство, знаете, требовалось нас и говорило, чтобы у вас в ДК кресло театральное подымалось в выходные дни три раза в день. Ух ты! Вот там появились клуб «Хозяюшка» для женщин, где встречи были с интересными людьми, журналистами, актерами. И когда приходили люди на эту встречу по субботам, то это было очень интересно. Потом после этого еще с другими людьми, с интересными политическими деятелями. Такое новое мышление тогда было, да? Значит, мы уже пошли дальше того, что уровень культурного, так сказать, хотелось поднять, как сейчас говорят, рейтинг, да? Да. То у нас и были журналисты, здесь известные личности. Приезжают. Нам интересно было, чтобы они приезжали, и люди, люберчане, приходили на эти встречи. То есть в Орбский вечер, да? Попасть на «Хозяюшку» или на какое-то мероприятие. Мероприятия, знаете, какие были? Значит, трудовые династии проводили. И вот сколько заводов и фабрик здесь. Они проходили у нас в ДК, чествовали. Сейчас опять говорят, надо чествовать героев. А мы тогда уже делали вот эти мероприятия, где этих героев чествовали. Ну и пришло время, когда в какой-то степени политику культуры начали осуществлять вы. Я вот хочу напомнить, что в первой части мы начинали, что вы, в общем-то, как практикантка пришли сюда. И никто бы, наверное, в жизни бы, сами бы, наверное, тогда не понимали, что люберцы для вас станут таким, ну, просто родным домом, и семья, и все. Ваша сейчас сколько внуков уже? Семеро. Семеро внуков. А все начиналось с практики. Вот другой город бы послали, может быть, по-другому бы жизнь сложилась. А семь – это еще и хорошее, кстати. Ну, это мало, еще можно. Так вот, в 93-м году вы уже становитесь председателем комитета по культуре. Это уже не практикантка, это уже не художественная, не актриса, не художественный руководитель, и даже не директор Дворца культуры. Это уже чиновник. Как вам эта работа удалась-то? Потому что вы работали по 2008 год, 15 лет. Да, 15 лет. Вы знаете... За всю ответственность. Как сказать, это благодаря чему? Благодаря тому, что уже были наработки здесь с людьми, которые создают нашу, будем говорить, честь и славу нашего округа, района. Но хочу сказать, что это были лихие 90-е годы. Это было время, когда нужно было выстраивать политику культурную. Но еще и проработать 15 лет тоже были различные, будем говорить, интересные и мероприятия, и политические, и тоже встречи с людьми интересные были. И еще мне хочется сказать, что в то время хочу привести пример про наших люберов. Мы решили провести по просьбе наших спортсменов встречу с нашими спортсменами, которые представили здесь свое спортивное искусство 12 коллективами. Об этом напечатали в московском комсомольце. И сюда, в наш дворец культуры, огромная толпа молодежи прибыла. Вы знаете, мы, конечно, очень обрадовались и в то же время испугались. Но что хочется сказать, что те любера, вот те настоящие наши люберецкие молодые, красивые, сильные спортсмены, они достойно провели вот этот показ. И я поняла, что нужно делать вот эти шоу, праздник города мы потом сделали на улице, здесь с участием именно наших спортсменов. И мы показывали в наших вот этих городских мероприятиях выступления самых лучших, красивых, сильных таких ребят, которые достойно несли вот эту честь. И это было основой, как бы нам говорили, а как это вы с ними работаете, вы не боитесь, наоборот, не бойтесь, приезжайте. Люберцы, это прекрасные люди, это сильные ребята. Ну, кстати, благодаря им, да. Никогда не обидит никто вас. Ну, это фактически было тогда, как говорили, неформальное объединение молодежи. И они очень много делали для того, чтобы активизировать здесь работу не только в спорте. Мы объединялись, совместно проводили. Мы подружились с московским комсомольцем. Мы каждый год ездили, поздравляли нашу прессу. С удовольствием они к нам приезжали. У нас вот такие обмены были интересные. Это уже пошло еще шире общение, понимаете? И тут Иерус Таргуев всегда был на наших мероприятиях. Коля, я тебя очень люблю. Он мне однажды сказал, Светлана Петровна, когда я попросила его помощи, можно ли попросить его... Он входил в президентский совет. Я говорю, а можно вас попросить о чем-то? Он говорит, понимаете, что я хочу вам сказать? Светлана Петровна, культура – это не шоу, бизнес. А что? Он говорит, что это и библиотеки, и дома культуры, и все, что связано с культурой – это шире. И мне было очень приятно слышать от нашего Расторгуева Николая, я папу его знаю тоже, вот эти вещи. И мы теперь видим, это лицо тоже нашей Люберецки. Нашего 400-летия фактически сейчас. Поэтому, когда поет Коля, и где бы он ни работал, и где бы он ни уступал, мы понимаем, что душу нашего Люберецкого округа он с собой несет. Он так трогает. Вот у нас есть ряд наград про вашу награду, которая на вас сейчас. Это как раз непосредственно почетный гражданин городского округа Люберцы. Вот справа от вас большой знак губернатора. Это вам когда вручили? Это уже завершение моей работы. Это за многолетний труд. Был вручен этот прекрасный знак. Почетный знак. Почетный, да. И я тоже благодарна нашему губернатору, которого мы очень любили. В то время была у нас министром культуры, работала в том, когда была Ратникова Галина Константиновна. Я хочу сказать, что мы мечтали создать, чтобы у нас в области появилось не управление по культуре, а министерство. И вот тогда появилось у нас министерство. И мы окрыленные были так. Все руководители органов культуры, куда тоже я входила, и мы участвовали в создании нашего закона о культуре. Я была в рабочей группе. Тоже это было интересно. Это еще выше, как говорится, благодаря тому, что были очень хорошие у нас контакты с министерством культуры Галины Константиновной Ратниковой и ее заместителем Шершиковой Татьяной Ефимной. Я хочу сказать, что они приезжали сюда, в наши люберцы, и здесь вот это здание, Триумф, открывали с их участием здесь. Понятно. Ну и у вас еще Орден Почета, это в советских времен, я так понимаю. Да, вы знаете, Орден Почета просто не ожидала, что это было авансом, мне кажется, дано. Да, авансом перед тем, как... Чтобы поддержать меня как молодого руководителя, это все-таки заслуга тех, с кем я работала. Ну и две еще награды у вас, которые здесь находятся, как называются у вас? Это медали. Так. Две первой и второй степени. Давайте прочитать, прочитайте. Да, мы покажем эти медали. Это по указу президента. Да. Польза, честь и слава. 1994 год. Да, и еще. Да. Тоже по указу президента. Вот такие две медали. Да, две медали. Ну, честно говоря, конечно, хочется продолжать. Польза нас за заслуги перед отечеством. За заслуги перед отечеством, конечно же. Вот, хочется еще продолжать, но время вышло давно, я даже уже украл немножко времени. Санана Петровна, мы хотим поздравить вас с 400-летием. Вот, это важная такая дата. Мы хотим сказать вам спасибо от всех тех людей, которым вынесли свое вот это тепло культуры, смогли и как практик, и как уже государственный деятель, можно так сказать, вести этот процесс. И проработали в сложные годы, в самые разные, в разных эпохах побывали. У вас по-прежнему прекрасное настроение, но самое главное ваше достижение, это, как ни странно, это ваши внуки, которые должны гордиться своей бабушкой. Но мы желаем вам продолжения рода, хорошего настроения и с праздником вас, с юбилеем городского округа Люберца. Благодарю вас. Мне было очень приятно познакомиться. Спасибо. Потому что мне бы хотелось тоже вам пожелать, чтобы на нашем телевидении побольше было интересных творческих встреч и почаще. Договорились, так и будет. Это была программа «Открытый диалог», гостей которой была почетный гражданин Люберецкого района и города Люберца, и председатель комитета по культуре Люберецкого района с 1993 по 2008 год Светлана Петровна Чулкова, заслуженный работник культуры РСФСР. Всего доброго, до свидания. Это была программа «Открытый диалог». Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok